Это предыдущая поставка. Вот это вот люди, за их деньги по всей России, вот на вещи, которые должны спасать людей Новороссии. Здесь я так, вот здесь не знаю сколько, а порядка 4 окна на 5 миллионов мы скупали только лекарства. Мы еще отгружали, тонну отгрузили еще в ЛНР, тонну. Да, и прошлый, слева прошлый, а вот это сегодняшний. Вот, это предыдущая поставка, это масло там, как-то, линькинга, это вчерашняя, это вчерашняя. Образцовый порядок везде, сразу видно, что... Ну, сегодня убирали как раз вот эти. Спасибо, спасибо и людям, и вам, вы организовали, вы подняли, это... Главное, чтобы мы не сказали... Организовали, подняли, и главное, провезли через все ламожни. Этот раз вообще... Да, мыслим... А камень не надо... Так, это вчерашняя, ну, что тут ясно, тут детские дела, детские... Ну, корректируйте, это... Крем-мыло, гущенка и детская питания. Да, это как-то всегда. Это детская у нас. Ну, дальше будет рано. И... Ну, перестрелка была. Да, перестрелка была, и все такое. Потом, в общем, он, ранение в сердце. Осколочное. Осколочное ранение в сердце. Его в больницу, она там, и все такое, на операции умирает от кровопотери. И, в общем, она в морге его забирает, хоронит могилку, ухаживает за могилкой и так далее. Вот, это таких историй много. Много. Вот, куда мы должны съездить, там же... Я не рассказывал, или... Женщина... Женщина потеряла ногу. В магазине начался отстрел. Ампутация бедра. Внучка, я к ним приехал, по вашему заданию, значит, универонение стопы, там, ну, неблагополучно. Тоже непонятно, диагноз нечистый. Вот. Тоже, осколок, говорят, сидит там. Короче говоря, оказалось, что этой ногу оторвало женщина. А она была с внучкой, мороженое зашли купить летом. И, короче, на нее набрасывается мужик в этом магазине. Взрыв, в общем, мужику ногу оторвает. Тоже потерял ногу, девочку спас. Красивая девочка. Вот, поедем, посмотрите. Ну, кто-то там вышел, мальчишка такой вот, молоденький. Выходит, дядька только не стрелял, телька не стрелял, только не стрелял. Ну, пожалели никого, ну, никого не знаю, мальчишка жив остался. Спустя там какое-то время их укропа блокируют. И этот мальчишка добился перед командиром, чтобы их не расстреляли. Вот эта сетка помогает нам замаркировать осколок. То есть как, мы не знаем, где он, а сетка нам показывает. Вот мы считаем, ага, там слева три ячейки координаты. Потом переходим на ведро. От осколка, от точки локализации осколка, выбираем кратчайший и безопасный. Вот у нас осколок. Вкалываем две иглы одновременно. И затем эту иглу оставляем, а скобу и опорную иглу удаляем. И перед хирургом что? Бедро. И направление. И он берет скальпель и режет вдоль этой ориентирующей иглы. И должен выйти точно на осколок. А кто должен прийти? Это что, министр здравоохранения? Они все за. Донецка? Все за. И они знают об этом. Но я должен сделать доклад на общем форуме хирурга. Нужно закончить изготовление. Нужно слайды какие-то. Заявка написана. Люди гибнут. Гибнут. А мы живем. Очень сложное. Конечно, я тут приезжаю, я чувствую, я прямо дома. Тут все родные. И врач Матасов, и Матарула. Все свои. Я чувствую просто полное растворение. Я там приехал, мне там дети. Я там дома. Там приехал, мне тут тоже родные. И вот тут странное, Валера правильно подметил сопротивление, что людей бомбят, людей стреляют, убивают. А ты чувствуешь такое чувство пронзительное приобщение и сопричастность ко всему этому. И вот такая вот мука. Алло. Да. Здрасте. Здрасте. Опять сказал заняться. Да, для тех молодых. Я бы не знаю. Три часа начала встречи, значит, там пол, либо до трех, либо пол педа. Ну, он умный мужик. Сейчас буду поднимать свои вторички. Сейчас звонили с телеканала, первый или второй, не знаю, Добродеев, короче. 16-го встреча у Путина. Приказ сверху, чтобы вы были на встречу Путина. Я говорю, я в Донецке. У меня 80 адресов по труду гуманитарки. Я никуда не поеду. Захар, вы не понимаете. Мы вам там поплатим всю дорогу. Мы вас тут будем купать в большую шарку. Я говорю, вы слышите меня? Нет, я говорю, в Донецке у меня 80 адресов. Я говорю, передайте, пожалуйста. Я говорю, ничего. Я не могу, я его люблю очень. Я говорю, с каждым днем все больше. Они мне сказали, они четыре раза позвонили. Захар, может, я тебе что-то передумываю? Я говорю, я на машине на свою езжу. Куда я поеду сейчас? Из Донецка. Я приезжу к вам позовите с Путиным. Ну, что он вот такие упертые? Добродеев сказал, что сделайте все, что угодно. Дебя не повезет. Ну, что, соглашайтесь. Да нет, я никуда не повезу. Встрет нам забыл. А, все-то все. Да, да, да. Нас 12 человек. А ты поедешь на машине? А ты поедешь на машине? А и машина. А и Паджеро, как Мино, корову. А, нет, веревка. Веревка, как Мино. Нет, над лесом, как сегодня МТЖБ. И за рулем. Есть тяжелые вертолеты, которые можно машину загрузить. Вообще, вот эта дискуссия будет для записи. Мы Владимир Владимировичу перед запросим. Результативно скажем. Простите, что я не явился на встречу с вами. С вами. Был в Донецке. Не мотался. Телефон такой, адрес такой-то. Не пустил меня на встречу с вами. Не надо было столько лет тут пить. Убери камеру от моего лица. Пишите, что мы нащерся. Жесть.